Всем привет ребят! Вы находитесь на канале Умператора Прайма и сегодня я вам расскажу о перках. Было в районе месяца назад я снимал видосик, но все-таки некоторые изменения происходят в игре и также по командирам. Сейчас разработчики сделали там очень широкий спектр, целая азбука Морзе в плане перков. Поэтому я уже некоторые выкачал, некоторые протестировал и могу сказать и рассказать, что, как и куда. Вот, поэтому ребят, ну что, присоединяемся, поехали смотреть, что, как и куда. И поехали, сегодня у нас январь 2018 года, говорю от какого числа, ну месяца снято видео, потому что я говорю, все может поменяться. Поэтому еще одно, командиров много, ребят, присаживаемся поудобнее, это не 5 минут, потому что здесь на самом деле не так все просто. Вы должны понять, что, куда и зачем качать. Для чего объясню? Объясняю специально для людей, которые именно недавно начали играть, потому что я замечаю, многие люди играют там 100 боев, 200 боев, только там 2000. То есть очень мало, и они еще вообще не в курсе всех событий, которые приходят в формату и тому подобное. Итак, что мы наблюдаем? У нас есть казарма. Казарма, в которой есть, ребят, звания. Звания повышаются путем прокачки опыта на командира. При этом у вас на каждого командира есть свои перки. Итак, вот у меня всего лишь 9 их. Все, что было раньше, ребят, все-все-все сейчас изменилось абсолютно. Абсолютно. Поэтому каждый задается вопросом, что же мне качать, у кого садить и тому подобное. Итак, как вы видите, вам надо выбирать в топчике, что у вас будет, ребят. Вот именно кого вы до полковника сможете догнать. Да, и то есть вот такая вот лесенка идет вниз-вниз-вниз. Короче, вот таким способом. Ребят, выкачивайте, в принципе, перки. Видите? То есть, к примеру, пока вот этого не повысишь, вот этого не поднимешь. Пока вот этого, вот этого надо поднять. А тут уже, если ты выкачал от этих четырех, то надо следующего и следующего там до лейтенанта, к примеру, поднять, чтобы этого. В общем, вот такая вот пирамида. Получается, за раз нельзя выкачать. Вот так вот взять одного, качать тупо и все. Потом второго. Надо параллельно гнать. Одного, второго, потом третьего, четвертого. И вот так вот. Видите, что происходит. Ладно, поехали. Начнем с Хуан Карлоса Мирамона. Этот командир, он именно идет на ОБТ. Объясняю, почему, что, как и куда, какие перки, каким способом выкачать. Ребят, я вот пошел вот таким вот путем. У вас есть 14 очков, которые вы можете использовать, вот этих 14 перков, ребят. Вот. Итак, поехали. Что у него есть? 31,2 к дальности обзора. То есть, если в радиусе 20 метров нет союзников. Следующее звание плюс 32. И так далее, и так далее. Дальше, что у него самое, короче, есть самое прикольное? Полтора процента. Минус полтора процента к увеличению разброса в движении. В общем, на разброс. Смотрите, вот две штуки на разброс. Дальше, к тарану ББМки можно вообще там за тысячу тараном влупить. 4,9 скорости порота корпуса нам, ну, очень это важно. К башне плюс 2, чтобы башня крутилась. 2,66 скорости перезарядки, если в радиусе 50 метров есть противники. То есть, чем ближе противник, тем у вас перезарядка быстрее. Ну, прикольно, прикольно. Скорости порота башни, опять же. Здесь я пропустил. Зачем? Здесь у нас 3,5 скорости порота башни. Но, что у него есть классное? Это зоркость. Смотрите, по 5 процентов. Сразу же даю совет. Совет тот, что можно на БТ снять оптику. И у него. И поставить, к примеру, ну, 8 секунд. В районе 8 секунд стоит на гусле танк. То есть, вы понимаете, это очень долго. И можно сделать 5 и поставить просто, напросто, именно вот такую вот интересную штуку. Улучшенные инструменты второго. И у вас уже будет 5 секунд там на гусле вы будете стоять. То есть, и снять оптику. Потому что раньше я, когда на турнире был, то на БТ ставил оптику. Потому что, думаю, если я останусь один против ББМки какой-нибудь, хоть как-то смогу светить. Но, тем не менее, видите, тут есть вот такая штука. Но, в основном, этот командир на ближний бой, ребят. Ближний. Я бы не сказал, что дальний. Потому что разброс на ходу у него, видите, на сведение практически ничего нет. И тут у нас к максимальной скорости. К повороту башни опять. И к увеличению разброса от выстрелов, движений. То есть, все на разброс. Видите, как я распределил перки. Вот так вот. Это первый, которого можно посадить на БТ. Вторая самая тоже, считай, крутая. Может быть, даже ее в топчик выведу на первое место. То есть, они два вообще. Для меня, я как всегда говорю, Рацана Руденко. Что у нее есть обалденно? У нее есть, ребят, смотри, плюс 15.2 в скорости по вороту башни. Про сход 15.2. Вы понимаете, что такое 15.2? Техасская дуэль 2.5 в скорости. То есть, вот такой вот у меня, смотрите, плюс 5% к сведению. У нее уже к сведению зашибись. Дальше к перезарядке, ребят. Дальше к разбросу. Ну, то есть, такой путь надо сюда именно дойти. Здесь скорости поворота башни. Опять башня крутится, как вертолет. К скорости перезарядки на своей базе. Ну, как бы не надо. Но, тем не менее, надо дойти до вот этих. Потому что вот здесь плюс 7.5 и плюс 7.5 еще. То есть, понимаете, 15% к сведению. Плюс вот эти еще 5. То есть, 20% к сведению. Дальше выбор был пойти или сюда. Вот, смотрите, 8.8 скорости ремонта. И здесь 15 скорости ремонта. То есть, у вас ремка просто вообще быстро. Танк моментально. Но, я решил как-то вот то, что у меня оставалось. Уже последнее остается. Есть к разбросу. То, чего нет. Сведение есть, а снарядики то не очень летят. Да, как бы подумать. Поэтому, смотрите, что здесь есть. Минус 3.71 к минимальному разбросу. Ну, прочность менее 50. Ну, скажем так, все в бою не успели выехать. Проходит минута. У них уже меньше 50% жизни. Все, хп уже практически нет. Зачастую у танков брони сейчас нет. У АБТ это большая проблема. Поэтому все получают. Статисты, раки, без разницы. Поэтому очень важно еще издалека с офигенным сведением. Плюс еще и стрелять как бы с хорошим разбросом. Ну, более-менее. Смотрите, 3.71, 3.71. Неплохо, да? Ну, или вы можете выбрать вот это. На ремку. Чтобы на гусле не стоять. То есть, у вас там будет еще меньше 5 секунд. Вы просто там может секунды 3 максимум будете стоять. Я не знаю. Я не тестировал как бы все. Но то, что есть, то, ребят, есть. Этот танк, точнее, этот командир хорош на дальнее расстояние. Я бы сказал бы даже. Вот просто прикольно с долины кидывать. Поехали дальше. Эрина Коннелла. Ее у многих нету. Ее все будут спрашивать, как получить. Не знаю, как получить. Когда-то там были всякие акции, еще что-то типа того выполнял. И она у меня есть. Но у кого нету, ребят, говорю сразу. Качайте Сабрину Вашингтон. Сабрина Вашингтон у всех есть. Так как Эрина Коннелла все-таки покруче, чем Сабрина Вашингтон. Поэтому у кого она есть. Показываю, что у нее прикольного. У нее сходу 27.82 к видимости через кусты и кроны. То есть, понимаете, да? Это такое. Потом вот плюс 5 к обзору дальности. Дальше, ребят. Опять к незаметности. Плюс 8.8 к обзору. Дальше идете сюда к потере бездвижности. Там та-та-та-та. К максимальной скорости. Это чисто на ББМ. Плюс 3.8 к незаметности. И вот 15 к дальности обзора. Плюс 15. 8.8. И 5.5 метров. Плюс оптика. То есть, вы понимаете, что это такое? Это просто топовый светляк, который через кусты и скроны, который светит. Просто охренеть. Просто еще и здесь камуфляж есть. Вот. 3.1. И здесь я выкачал. 3.1 к незаметности. Вот. И вот таким вот способом сюда дошел. Сюда, сюда, сюда. И сюда вот. Дойду. Еще немного не докачал. Сюда, конечно, никак. Можно каким-то образом. Но я лучше сюда вот дойду. И тут вот эти всякие. Вот к 11 и к 3 к незаметности. Это вообще просто топчик. Стоишь в кусту и никто не видит. Поверьте, я пробовал на сфинксе. Еще я просто луплю всех. И никто практически не видит. Очень-очень шикарная такая вот О'Коннелл. Поэтому я ее на ПБМ и она по-любому. Ну, по-любому. Дальше, ребят. Есть еще такая вот Рашид Аля Таси. Я его поставил на 4 место. Зачем? Это чисто Птуровоз. Для Птуровозов. У кого ей может быть в дальнейшем будут выходить танки по Птурам, там еще что-то. Ну, чисто на Птурах, да, которые ездят. Смотрите, что у него есть прикольное. Здесь есть изначально минус 14,98 к уменьшению наносимого выстрела. Ну, то есть, понимаете, как бы незаметности от выстрела. Это очень хорошо сдалека стрелять. И незаметным быть скорости смены боеприпасов. То есть, понимаете, да, если есть автопушка, есть и Птур. То есть, быстро переключаешься на автопушку, на Птур это очень смене боеприпасов дает. Поэтому самое главное тут 4 направления. 10,9 к управляемости Птуров, ребят. Вот я вот чисто вот это... Здесь вообще нету ничего такого. Поэтому есть 2 квадратика, даже в группе Панзерсофа, да, помню, типа, Император Прайм не ищет легких путей и просто бух через 2. Ну, мне лично вот тут больше ничего не надо, честно. Вот здесь вниз я пошел, да. Здесь 3,8 скорости перезарядки дымовой завесы. Перезарядка Каза очень важна, сами понимаете. 2,8 скорости перезарядки Птура. Опять перезарядка дымовой завесы. И опять же перезарядки Каза. Все, все, все остальное просто. И вот, почему я сюда дошел? Потому что здесь мне вот, например, к скорости ремонта. Кому он нужен? Я чисто ее выкачал на Т-15. Все, тут вообще мне ничего не надо, честно. Вот сюда идти, что тут? К уронам. Да урон я и так наношу. Мне без разницы он не нужен, честно. И вот, 10,9. Короче, все на управляемость Птуров. 10,9. Сюда доходим. 10,9. И здесь 18,8% к управляемости Птуров. То есть, понимаете, что такое вот это все ядерное управление Птуров. То есть, четкое управление Птуров плюс Казы, дымы и все остальное. А вот это все ремонт. Там, короче, вот башня там крутится. Поворачивая, одновременно крутишь башню и корпус крутишь, вот тебе и плюс 2 и плюс 8 одновременно надо, а не просто стоять на месте и крутить одной головой. Это вам подсказочка на всякий случай, кто не в курсе. Поэтому это вот. Дальше. Виктор Варапай. Тоже такой прикольный чувак. Что в нем есть? Смотрите, что в нем есть. 8,68. Скорость перезарядки после получения урона. Ребят, все, конечно, у Варапаева тут все. Вот, когда там. Вот плюс 4 скорости прицеления при прочности менее 50%. Везде у него тут все по 50%. Но, тем не менее, сведение есть 4,4,4. То есть 12% к сведению. Как бы неплохо. Плюс у него классное. Минус 4,24 к увеличению разброса в движении. И плюс здесь, короче, 8,8 еще и к обзору, ребят. Дальше идете вправо. Тут к потере подвижности по бездорожью. Всякая вот эта канитель. Вниз опускаетесь. Опять минус 4,24. К разбросу. То есть у вас как бы есть и сведение, и разброс. Понятно, что только когда у вас там прочность менее 50%. И дальше идете сюда. И опять же тут тоже еще минус 4,24. То есть, скажем так, когда у танка меньше 50%, конечно, останется. Что чаще всего бывает у некоторых игроков за 30 секунд. Тем не менее, я думаю, им просто топчик вот этот. Которые живут 2 минуты, 3 максимум в бою. Вот это как раз для них. Вот просто вообще жесть. Не успел выехать с базы. Уже хоп, короче. Уже осталось там 1000 хп. Вот это оно. У них все сведение. У них там все. И они хотя бы смогут перед смертью как-то выстрелить хотя бы пару раз. Ну, шутка. Ну да ладно. В каждой шутке есть доля правды. Дальше. Плюс 1,76% скорости прицеливания при прочности менее. То есть, вот видите. Именно вот такие. Тут вот можно по узлам влупить. И минус 35 к уменьшению характеристик при ранении наводчика. Тоже очень такая тема важна. Ну, и вот. Или можете... Ну, я бы сюда пошел, конечно. Не до конца. Ну, видите. Ну, пошел. Но, тем не менее, все равно там те начальные командиры очень крутые. Сабрина Вашингтон. Ребят. Сабрина Вашингтон. ББМ. То есть, у кого, короче, нету Эрина Коннелл, она должна быть на третьем месте у вас. Просто вот на третьем месте. Я ее сюда, наверное, может тоже куда-то перемещу. Короче, может быть даже вот сюда. На четвертое после Оконнелла. Потом Рахита перетащу. Потому что я все как бы качаю, качаю и смотрю. Но, тем не менее, когда я снимал до этого видео, ребят, а там было все равно непонятно, что, куда, зачем и как. Поэтому здесь уже я выкачал и попробовал с этими перками, что они себя представляют. И пытаюсь расставить их на место. То есть, первое, второе. Вообще, вот эти на первом месте, они двое. Можете любого выбрать. Дальше третье. Сабрина четвертое. Рахит для Птуровозки пятый. Может быть, вот без проблем вообще. Или на пятом месте Виктора Варапаева. То есть, ну, как бы вот эти вот. Для ББМки вы уже поняли, что куда. И на ИТ-шку тоже можно садить. Вот, Ирина Коннелл. Там, если хотите, с маскировкой стрелять задалека. Так, ну, по Варапаеву поехали. Разобрались. Сабрина Вашингтон. Ребят, Сабрина Вашингтон. У кого нету там, да? Я вот, короче, к ней дошел. Смотрите, что у нее есть. У нее с плюс 43, 82 к урону по узлам. То есть, она там, короче, выносит все. Просто выносит все. Каткет летает, кордоны отлетают. Вообще, башня не стреляет. Точнее, ну, в общем, вы поняли. Что у нас есть? Переключения. Снаряды. Так как ББМки оснащены птурами и автопушкой. Плюс 12 скорости смены боеприпасов. И вот смены боеприпасов. Дальше, что есть? Есть у нас, ребят, к незаметности. 8,8 к дальности обзора. Может, ББМ нам надо как-то светить. Плюс 6 к невидимости через кусты и кроны. 6,6 процента. И маскировка. 1,8, 1,8. И есть такая штука. 12,5 к времени пребывания под водой. В районе вот этой штукой. 18 секунд вы под водой, по-моему, можете. Можете вообще в хиандр превратиться и плавать. Так что нормально. И вот сюда я дошел. Дальше сюда не иду. Тут у нас 10,9 в скорости захвата базы. То есть, если вы захотите базу забрать, это нормально. Под водой не утонете. Один перк хотя бы пойдет. На маскировок у вас прокачано. На дальность прокачано. Дальше у нас есть. Можно к уменьшению характеристик при ранении механика. То есть, это тоже такая важная тема, чтобы управлять. Потому что ББМ, вы нужны. Нужны на поле боя. Нужны, чтобы крутить и стрелять. Дальше. Вот эта классная штука. Объясняет, что это такое. 12 к урону от тарана. То есть, если вы встречаете другого ББМа. Вы, если у вас вот эти 24% в сумме. Вы просто можете его так влупить хорошо, эту ББМку. Что у вас все равно в 2 раза меньше. А то и в 3 будет хп потерять. То есть, вы его на 600. А вы, примерно, только на 300. То есть, понимаете, да? Вы уже можете с разгона тараном ему влупить. И еще на ходу ПТУРОМ. И сразу он в ангар. Поэтому советую. Тут тяжелая рука по членам экипажа. Не думаю. Я лучше бы сюда. Вот эти еще выкачал. Еще 12 скоростей боеприпасов и тому подобное. То есть, вот сюда вот пошел бы два вот этих. И вот. К скорости поворота корпуса надо крутить. АБТшки, вы сами понимаете. В борт заходить быстро. Нам нужна поворотливость. И скорость башни тоже нужна. Вот это вот. Просто вот эту линию. Идем однозначно. Вот это, вот это. Вот это. И вот это. Ну. Ребята, и вот это. А вот тут справа. Тут уже на выбор, как там у вас получится. То есть, она очень такая полезна для ББМ. Но все равно по обзору вы сами видите, что у нее с обзором как бы 8,8. И как бы, и как бы, и вот все. 6,6 через кусты и кроны. Ну и все. И сравнивать с О'Коннелл. То есть, вы понимаете, с О'Коннелл 5, 8,8, 15. Понимаете, да? И плюс еще смотрите, какие навороты. 27 к маскировке. Кусты и кроны. Вот смотрите. Вот 3,8. Вот маскировка 3,1. А не 1,8. Как у Сабрины. То есть, вот это вообще просто топчик. Ну, а дальше, не знаю. Филипп Хольцклау. Ребят, кто его там в нем пользуется, не знаю. У него тут как бы боеукладка. Характеристики, там, к уменьшению этого, при ранении заряжающего. К прочности орудия. Повреждению прицела. Повреждению прицела. У него вот здесь только есть к прицеливанию. Вот тут. Скорости перезарядки. К прицеливанию. 8,8 получается. В общем, у него там. Ну, и сюда, наверное. К скорости порота корпуса. 3,5 в башне. 3,5 к корпусу. То есть, именно вот так вот. Вот так вот, наверное, как-то. Или нет, даже вот так вот можно. Хотя, хрен его знает, что тут. Как бы вот так вот. Ну, вот эти надо в угол. И вот этот, скорее всего. А тут гусеницы. Ну, это что, прыгать, короче. Когда вы прыгаете с холмов, чтобы у вас хопа не слетала. Тут уже на выбор. Ну, я лучше бы это, наверное, чем это. Ну, вот так вот. То есть, вот так вот так, короче, ребят. И вот так вот так вот. Я бы посоветовал. Что тут еще? Перезарядки. Ну, такое все равно. Не очень, по сравнению с тем, что я вам показал. Поверьте, там на ногу круче. Дальше. Энтони Диас. Я его буду ставить уже после Сабрины Вашингтона. Даже не Филипп и не у Ниссана. Энтони Диас. Что такое Энтони Диас? Это чувак, короче, который сможет вам помочь выкачать танки. И повысит вам репутацию. Что он дает? Смотрите. К скорости ремонта. У него плюс 30 изначально. С ума сойти можно. 30. То есть, он на гусенице стоять не будет вообще никогда. На катке. И плюс 2,5. К получаемой репутации. Плюс 2 к скорости поворота корпуса. Поворота башни. Поворота башни. К разбросу. И смотрите, без всяких там 50 процентов и тому подобное. И плюс 4,4 к получаемой репутации. И еще плюс 2,5 к репутации. То есть, понимаете, почти 10 процентов к репутации лишних. То есть, он, знаете, я бы сказал, такой вот скорости поворота корпуса. А тут можно вот сюда как-то пойти. Вот так вот, короче. Вот так выкачать. И вот так вот. Вот, 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 вот так вот. То есть, надо думать, что вы выкачиваете. Не качайте, ребят, всякое барахло. Поэтому я снимаю видео и разжевываю уже прям по самой не хочу, чтобы люди поняли. И новое, которое качают. И старое. Я видел просто, как старые люди говорят, которые уже в армате долг. Качают неправильно перки. Ну, реально неправильно. Выкачивают такую бурду, что непонятно, зачем оно качает. И зачем оно на ОБТ вообще надо. И зачем, к примеру, там, Энтони Диас на ОБТ, если он вообще тут, короче, ни к селу, ни к городу. То есть, я думаю, ребят, лайк поставите, подписочку организуйте, если не тяжело. И последний у нас Ионис Сана. Что у нас есть? У Ионис Сана плюс 28 к дальности обзора после обнаружения противника. Ну, то есть, видите, тоже такая. То есть, вас сначала противник обнаружил, потом у вас плюс 28 к дальности обзора. То есть, тут уже убегать надо, а не обзор. Но, тем не менее, плюс 5 к обзору есть, плюс 5 к обзору есть. И тут есть 3.5 скорости порота корпуса. К незаметности, к незаметности. Ну, как бы, тоже такой можно посадить бы на ББМ или даже там, не знаю, куда его можно посадить. ББМ и Т, короче, в этом районе, скажем так. Не прям, что прям супер, но, тем не менее, смотрите, на ББМ-ку подойдет. Здесь 15 у него, как у Арина Коннел, 15. Смотрите, 5. 5. То есть, у него 15, короче. И тут 20-25 метров к обзору. Ну, плюс оптика. Ну, и вот плюс 28, короче. Время действия 10 секунд. Активируется не чаще, один раз в 30 секунд. Вот так вот, ребят. Так что, такая тоже, в принципе, как О'Коннел. Но, если вверх подниматься, 3.5 скорости башни, поворота. То есть, это хорошо. Что тут еще есть? 3.8 незаметности от кустовик Рон. 3.8. 3.8. 3.8. Просто топчик. Я бы даже сказал топчик. То есть, я бы вообще, да слышно, это даже ничего так. Он даже может быть, Сабрину даже может переплюнуть. То есть, я бы даже сказал, что он может быть даже иногда покруче Сабрина. Ну, то есть, вы сами оцениваете то, что я рассказал. У Сабрины даже меньше по маскировке 1.8 у Сабрины. И здесь 1.8. Ну, смотрите. Так, плюс тут еще и 25 метров к обзору. Представляете? Вот, где Сабрина. Вот. 1.8. 1.8. И там то же самое. Только здесь всего лишь 8.8. А, плюс 8.8 к обзору. И все. И все. И обзор закончился у Сабрины. Понимаете? Она даже вообще, то есть, получается, даже светить не будет. Но зато под водой, как бы, там, и смена боеприпасов. И поворот корпуса есть. А у Иониса, значит, к обзору поворот корпуса. Еще и к разбросу даже есть. То есть, вообще жесть. А это что? К прочности гусениц. То есть, можно даже прыгать на ней, если что. К характеристикам экипажа. К скорости перезарядки дымовой завесы. Да ладно. 3.5 скорости поворота корпуса. То есть, маскировка. Скорости прицеливания. Потери подвижности на бездорожье. Знаете, что это? Прямо только что могу сказать, что... Прямо Ионис Сана... То есть, короче, я бы сказал, что он просто даже Сабрину, короче, имеет. Согласитесь. Обзор круче. Незаметность круче. Ага, это, маскировка. Вот, вот это, камуфляж. Это 1.8, что там, что тут. То есть, я бы сказал, это круче. Ну, то есть, вы понимаете, да? Тут еще, короче, вероятности пожара. Ну, это понятно? Ладно. То есть, нормально. Икс-смены боеприпасов, смотрите, есть. То есть, по пути можно вот так. То есть, можно вот так вот идти. Сюда, 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 сюда. Здесь одну захватить. Здесь одну захватить. И вот тут, короче, вот так вот. Ну, что, ребят? Его Ионис Сана, я бы сказал, даже покруче за Сабрину. Я, может, даже ее поставлю, может, даже вместо Сабрины. Сабрины, если честно. Я бы даже, короче, заменил, точнее, этот после О'Коннелл, поставил бы Ионис Сана. Потому что, я вот только что посмотрел, прям вот так вот. Да-да-да, даже покруче за Сабринку будет. Энтони Дивос у нас на выкачку. Ребят, именно в столкновении. Вот. В общем, короче, вот, что я могу сказать. Думаю, все уже рассказал. И только что даже понял, что, наверное, Ионис Сана покруче за Сабринку. Но, тем не менее, у каждого свое мнение. Я старался максимально, ребят, рассказать, вам показать. И все остальное знаю, что разработчики здесь наделали много чего интересного. Поэтому и видео не короткое. Это невозможно за 5 секунд все рассказать. Потому что очень тяжело донести в 5-минутном ролике, что ты там хочешь и как и куда. Тем не менее, я думаю, мы разобрались. Вот. А вы знаете уже, куда кого садить. Зачем делать выводы из того, что я вам рассказал. Свои, пожалуйста. Или то, что я предлагаю. Как бы без разницы. Но, тем не менее, дам еще совет. Ребят, качайте все в столкновении. Включайте бусты. Не жалейте. Показываю, как я, к примеру, качаю. Я захожу. Нажимаю, к примеру, вот, ускоритель. Смотрите. Беру, активирую ускоритель. Активирую ускоритель, ребят. Дальше, смотрите. У меня есть там разные другие. Да, золотые ускорители. Тумори, 176, 228. Здесь написано, к экипажу. И к командиру. Плюс 30. То есть, если я, к примеру, еще один активирую. Вот этот. Он стоит 100 голды. Понимаете? 100 голды плюс 50 к экипажу и командиру. Плюс 50. Но у меня есть золотой большой ускоритель. Который плюс 40 дает командиру и к экипажу. То есть, здесь на 10% больше. Но здесь стоит 100 голды. А здесь стоит 50 голды. То есть, понимаете? На 10 несчастных процентов 50 голды. Поэтому мы берем. Я делаю так вот. Оп. Ячейку активирую. Активирую. Вот так вот. И у меня получается плюс 90. Плюс. Плюс прем. На 44 минуты. Остался. Потом, когда буду выполнять, буду делать. Ну и все. И что тут? Ну и прем. Прем. Что там активировал? Короче, прем. Как бы и все. У меня тут на полгода еще его хватит. В принципе, пока мне выкачать. И, ребят, в столкновении. В столкновении. Меняете командиров. Зашли там. А, надо Хуан Карлоса выкачать. Берете Хуан Карлоса. Хоп. А надо там качать другого. Берете там, не знаю, Сабрину садите на ОБТ. И поехал. Три Ха сбивать, короче, в столкновении. И только так. И, конечно, я хотел бы еще раз. Вчера я ночью играл. И я из 15 боев только, наверное, три боя выиграл в столкновении. Я просто в шоке. Поэтому хочу еще раз дать совет. В этом видео. И советы. И вообще вот так вот. В столкновении. Едьте. Не стойте. Рашьте. Просто. Вы на ОБТ. Вы на ИТ. Вы на ЛТ. Просто точки берите. Заберите пару точек. Оторвитесь там на 300 очков от врага. И потом уже дамажьте. Пока не посинеете. Ну, на начале боя не надо стоять и дамажить. Не надо стоять, что вы ИТ. Это другой режим. Это не ПВП, что надо прикрывать на ИТ. Там надо точки брать. Чем больше точки вы берете, тем больше вам будет победа. Даже если вы 20 тысяч дамага нанесли, но вы проиграли. Вы получите во много раз меньше опыта на командира. Ну, я думаю, было полезно, ребят. Старался как мог. Сам тестировал. Сам вот заснял. Всем, ребят, удачи. Всем пока. С вами был Император Прайм. Пока, пока, пока. До скорых встреч. Ссылка на мою группу в описании. Также вы можете увидеть. Вот. И на остальные ссылки, которые вас заинтересуют внизу. Всем пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok